Добрый день, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – классификация химических реакций. Для начала давайте вспомним, все явления делятся на физические и химические. В чем же отличие? Как определить, перед нами произошел физический процесс или химический? Посмотрите на примеры таких явлений и подумайте, в чем главное отличие. Конечно, я уверена, вы справились с этим вопросом. В результате химического явления образуется новое вещество, меняется состав. В физических явлениях такого не происходит. А как же доказать, что произошло химическое явление, произошла химическая реакция? А есть различные признаки. Вспомните хотя бы некоторые из них. Посчитайте, сколько у вас получилось. Кто-то вспомнил один, два, три, возможно, больше. Конечно, их очень много. Это может поменяться цвет, может выделиться газ, появится запах. Осадок может образоваться или раствориться, может поглотиться или выделиться теплота. И иногда даже выделяется свет, допустим, в таких реакциях, как горение. Наша с вами задача сегодня вспомнить обо всех химических реакциях, которые мы изучали. По каким признакам можно разделить все химические реакции? За два года вы изучили шесть таких признаков. Сегодня мы с вами все это повторим, вспомним и обобщим. Начнем по порядку. Итак, первый тип по числу и составу реагентов и продуктов реакции. Посмотрите, перед вами два примера. Первые – это реакции соединения. Посчитаем вещества 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вторые разложения 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ребята, я права? Конечно, нет. У меня ошибка. Считать нужно не все вещества. Считать нужно реагенты и продукты. В реакциях соединения всегда один продукт реакции, а в реакциях разложения наоборот, один реагент, то есть одно исходное вещество. Продолжим. Еще два вида таких реакций. Теперь ошибок нет. Посмотрите внимательно, как вы назовете первый вид и второй. Конечно, я уверена, вы справились. Первые – это замещение, а второй вид – это обмен. Молодцы. Давайте вспомним, что отличает реакции замещения. Чаще всего посмотрите на первую реакцию, что здесь присутствует. Конечно, в этой реакции присутствует простое вещество. Одно простое и одно сложное, и в результате тоже простое и сложное. Но обратите внимание, во второй реакции простых веществ нет. Это исключение, ее нужно запомнить. Это тоже реакция замещения. Теперь посмотрим на реакции обмена. Сколько здесь веществ и каких? Конечно, я уверена, вы знаете. Два сложных вещества меняются своими местами, и получаются тоже два сложных вещества. Обратите внимание на вторую реакцию. Здесь у меня продуктов не два, а три. Как так получилось? Конечно, я уверена, вы вспомнили. Угольная кислота раскладывается на воду и углекислый газ. Вот почему у нас один лишний продукт. Посмотрите на реакции обмена. Некоторые элементы здесь у меня выделены желтым цветом. Почему я их так обозначила? Что в них особенного? Конечно, это условия, при которых реакции обмена идут до конца. Может образоваться слабый электролит, например, вода. Может образоваться газ или осадок. Прекрасно. И осталось последнее, что нам нужно вспомнить про реакции обмена. Обратите внимание на первую реакцию. Что в ней особенного? Какие вещества вступают в реакцию? Основание, щелочь и кислота. А получается соль и вода. У этой реакции есть особое название. Кто его вспомнит? Да, конечно, это реакция нейтрализации. Прекрасно. С первым типом классификации мы разобрались. Продолжаем. По тепловому эффекту. Ребята, посмотрите. Вспомните, два вида всего бывают по тепловому эффекту. Да, это экзотермические и эндотермические. В результате экзотермических теплота выделяется, а эндотермические теплота поглощается. Посмотрите, если мы вернемся к первому типу, две реакции у нас, конечно, реакции соединения, а эти реакции разложения. И действительно, реакции соединения чаще всего экзотермические. К тому же, если это реакции с кислородом, то есть реакции горения. Но обратите внимание, здесь опять попалось исключение. И эта реакция, хоть и соединение, хоть и горение, но относится к эндотермическим. А как же нам разобраться? Молодцы, кто догадался. Конечно, эндотермические реакции идут при температуре. А азот с кислородом взаимодействует при очень высокой температуре. И является эндотермической реакцией. Продолжаем по изменению степени окисления. Довольно сложный тип классификации. Реакции бывают окислительно-восстановительными и не окислительно-восстановительными. Как же нам быстро определить, какая реакция перед нами, чтобы не считать каждую степень окисления над каждым элементом? А я вам помогу, ребят. Нужно просто посмотреть, есть ли простые вещества в реакциях. Если они есть, то над ними степень окисления ноль. И, следовательно, с другой стороны степень окисления поменяется. По участию катализатора. А что такое катализатор, напомните мне. Хорошо, это вещество, которое ускоряет химическую реакцию. Как же понять, перед нами каталитическая реакция или не каталитическая? Где в реакции записывается катализатор? Молодцы. Конечно, это записывается над стрелочкой. По обратимости следующий вид классификации. И снова вы правы, реакции бывают обратимые и необратимые. А как же на письме отличить обратимую от необратимой? Посмотрите, чего у меня не хватает на слайде. Конечно, знака обратимости. Стрелочка ставится и влево, и вправо. И последний тип классификации по состоянию реагентов. Наверное, это самый сложный тип. Здесь чаще всего допускают ошибки. Давайте разберемся, какие реакции бывают. Они бывают гомогенные и гетерогенные. Ребята, состояние. У нас бывает три состояния веществ. Напомните мне, какие. Конечно. Твердое, жидкое, газообразное. Посмотрите, если вещества в твердом, простите, в жидком или в газообразном состоянии вступают в реакцию, такая реакция будет гомогенная. А если вещества твердые или разные, допустим, твердый и газ, твердый и жидкость, то такая реакция будет гетерогенная. Мы с вами вспомнили все типы классификации. А теперь давайте все наши знания применим на практике. Перед вами первое задание. Нужно дать характеристику вот такой химической реакции. Сколько мы с вами типов характеристик вспомнили? Шесть. То есть у нас должно получиться сейчас шесть слов. Итак, по числу и составу веществ. Посмотрите, что это за реакция? Соединение, разложение, замещение или обмен? Конечно, соединение, вы правы. По тепловому эффекту. И вам подсказывают, посмотрите, плюс Q. Конечно, теплота выделяется, это экзотермическая реакция. По изменению степеней окисления. Вспоминайте, есть простое вещество? Конечно, кислород, простое вещество. Это окислительно-восстановительная реакция. Дальше, по участию катализатора. Есть вещество над стрелочкой? Да, оксид ванадия – это катализатор. Реакция каталитическая. По обратимости? Ну, совсем просто. Конечно, это реакция обратимая. И вот наше самое сложное. Что это? Гомогенная или гетерогенная? Здесь нужно вспомнить. Посмотрите, СО2. Как называется это вещество? Сернистый газ, вы правы. Кислород – это тоже газ. Два газа, значит, реакция гомогенная. Формат заданий бывает разный. На ОГЭ встречаются задания на эту тему. Посмотрим, какого формата задания встречаются на экзамене. Посмотрите, к химическим явлениям не относится процесс. Возгонка, горение, брожение и снова горение. Ну, конечно, горение, все знают, однозначно химический процесс. А вот что такое возгонка? Помните мне, кто помнит, что такое возгонка? Как-то неуверенно, давайте вспоминать вместе. Возгонка – это переход твердого состояния вещества в газообразное, минуя жидкую фазу. И йод на это способен. Но йод остается йодом. Был твердый, стал газообразный, но вещество не поменялось. И это правильный ответ. Признаком протекания химической реакции между растворами нитрата меди-2 и гидроксидом натрия является. Ребята, такое задание в уме, устно не сделаешь. Лучше эту реакцию записать, тогда у вас не будет ошибки. Итак, посмотрите, получилась моя реакция. Как же нам определить признак? Мы сразу видим, что это реакция обмена. И вспоминаем, что нам нужно пользоваться таблицей растворимости, чтобы проверить, реакция возможна или нет. Конечно, она возможна, потому что КУПРМУАЖ-2, гидроксид меди – нерастворимое вещество. И мы выбираем образование осадка. Продолжаем. Взаимодействие алюминия с оксидом железа-3 относится к реакциям. И снова нам эту реакцию лучше написать, чтобы не ошибиться. Посмотрите, вы скажете, так это реакция замещения. Вы правы, только такого варианта ответа у нас нет. Вспоминайте, я вам говорила, ищите простые вещества. А вот они, наши нолики. И, конечно, это правильный ответ – окислительно-восстановительная реакция. Мы с вами быстро справляемся. Продолжаем. Железо вступает в реакцию замещения С. И здесь нам нужны знания не только о классификации реакций. Здесь нам нужны знания о химических свойствах железа. Нам придется заканчивать все реакции. Посмотрим на них. Если вы внимательно посмотрите, три из них, вы увидите, что они схожи. Смотрите, в трех реакциях один продукт этой реакции – соединение. И значит, наш правильный ответ – цифра 1. Выделение газа – признак химической реакции между. Начало реакции у нас есть. Наша с вами задача – их закончить. А где же здесь газ? Давайте внимательно посмотрим. Не такой он тут сложный. Конечно, газ здесь – водород. И правильный ответ будет цифра 3. Молодцы. Следующее задание. Без изменения степеней окисления элементов протекает химическая реакция. Я вижу, вы уже это помните. Конечно, нужно поискать простые вещества. Давайте поищем, в каких реакциях они есть. Все нашли? Проверяем. Да, в трех реакциях есть простые вещества. Это будут окислительно-восстановительные реакции. А не ОВР здесь только одна. Продолжим. Какое уравнение реакции соответствует экзотермической реакции? Ну что же, мы помним, что экзотермические реакции всегда реакции горения. Но здесь их нет. Еще мы знаем, что чаще всего это реакции соединения. И их снова тут нет. Как же выполнять такое задание? Внимательно посмотрите на варианты ответа. Три реакции здесь похожи. Во-первых, это реакции разложения. Во-вторых, они все идут при температуре. А значит, являются эндотермическими. А вот натрий с водой реагирует с выделением теплоты. Это экзотермическая реакция. Прекрасно. Следующее задание. Немножко другой формат. Перед вами схема реакции. И спрашивают, сумма коэффициентов? Коэффициенты не стоят. Конечно, нам нужно реакцию сначала превратить в уравнение. Расставили коэффициенты. Сумма коэффициентов. 6 плюс 2. Любой школьник скажет, что это 8. Но это будет неправильно. Давайте вспоминать. Нужно считать все коэффициенты. И даже если он не стоит, мы должны помнить, что там стоит единичка. И правильный ответ будет не 8, а, конечно, 9. Не допускайте таких ошибок. Смотрите, перед вами посложнее формат задания. Перед вами реакция взаимодействия железа с хлором. И спрашивают, оцените, верны ли суждения об этой реакции. А. Это является реакция соединения. Это так? Посмотрите, сколько здесь продуктов? Один? Да, конечно, один. Значит, это соединение. Следующее. Эта реакция является окислительно-восстановительной. Конечно, если мы посчитаем степень окисления, то они поменялись. Железо было 0, стало плюс 3, и хлор поменял степень окисления. И получается, что мы выбираем ответ оба суждения верны. Прекрасно. Теперь я предлагаю вам ответить на несколько утверждений, верны они или нет. Посмотрите. Например, реакции обмена возможны только если образуется осадок. Это верно? Нет. Молодцы. Реакции разложения часто происходят при нагревании. Это верно? Да. Эндотермические реакции – это реакции с выделением теплоты. Нет. Ребята, молодцы, вы справились. Я уверена, мы все с вами успели повторить. Огромное спасибо вам за урок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова